Это iPhone 6s Plus, а это Galaxy S7 Edge. И в этом видеоролике мы попробуем сравнить эти два смартфона и выбрать, какой из них лучше. Ладно, ребята, не ссоритесь раньше времени. Это Droider.ru, с вами Борис Веденский. Поехали! Понятно, что дизайн — это категория субъективная. Тем не менее, можно сказать, что Samsung выглядит немного интереснее, в том числе за счет изогнутых краев и стекла сзади вместо скучного алюминия с полосками у iPhone. И это иронично, потому что начиналась линейка Galaxy S с практически бессовестного копирования Apple. Впрочем, у некоторых перфекционистов подгорает от того, что у Samsung элементы на торцах расставлены не совсем симметрично. Оставим это на их совести. В соревновании фриговых расцветок iPhone в этом году внезапно выигрывает. У него помимо серенького и беленького есть золотой и розовый, а Samsung в этот раз непривычно скромен. У него беленький, черненький, а также золотистый и серебристый. Хотя последние, наверное, слишком блестящие. Понятно, что практически все циферки в характеристиках у Galaxy S7 больше. Частота процессора, оперативка и разрешение, разницу в котором вы, конечно, не заметите. И также понятно, что все это мало связано с реальной производительностью гаджетов. В тесте Antutu оба смартфона набирают почти одинаковые 128 и 132 тысячи, последние у iPhone. По первым ощущениям, работает S7 так же шустро, как iPhone. Хотя со временем и с захламляемостью с Samsung случается всякое. Графика в мобильных играх уже давно мало отличается, так что здесь пальцы гнуть не будем. На самом деле интересны другие параметры смартфонов. На стороне Samsung следующие плюсы. Беспроводная зарядка, слот для карты памяти, который также можно использовать для второй сим-карты, это круто. И полноценный модуль NFC. Apple на это отвечает. Технологии Taptic Engine, это движок обратной связи, что-то вроде вибрации, только более няшный. И, конечно, 3D Touch, механизм, определяющий силу нажатия на экран. Батарейка по объему хоть и разная, 3600 у Samsung и 2750 мАч у iPhone, но оба смартфона спокойно живут целый день, так что здесь условный паритет. Итак, производительность смартфонов примерно одинаковая, при этом у каждого есть свои эксклюзивные железные няшки, так что будем считать, что здесь ничья. Основные камеры обоих соперников имеют одинаковое разрешение 12 мегапикселей, но важно другое. Апертура Galaxy составляет 1.7, у iPhone 2.2, и это тот самый случай, когда чем меньше, тем лучше, девчонки. Говоря простым языком, это означает, что диафрагма у Samsung шире, и туда попадает больше света. Как следствие, у S7 фотографии в темноте получаются лучше. Кроме этого, при макросъемке, да и не только при макросъемке, лучше размывается фон. Это еще называют боке. В уличном освещении фотки практически неотличимы, а вот в контурсвете и режиме HDR снимок на iPhone внезапно получился интересней, хотя не всегда с ним такое бывает. Еще у Galaxy порадовала быстрая фокусировка, которая выполнена по технологии Dual Pixel, и этот эффект действительно заметен. Кстати, поставьте этому ролику лайк, если вы хотите, чтобы мы сделали отдельное суперподробное сравнение камер на этих двух смартфонов. Будет много лайков, сделаем и подпишитесь, чтобы не пропустить это видео. С фронтальными камерами разница менее заметна. Они обе на 5 мегапикселей, селфи на iPhone получаются чуточку четче, а на Galaxy меньше пересветов, что, наверное, немного важнее. Отдельно доставляет режим вспышки экраном, он хорошо работает на обоих девайсах, наверное, это единственная фишка, которую в этом году корейцы так откровенно скопировали у Apple. Итого, в этом пункте мы можем констатировать, что Galaxy снимает, о боже, чуть интереснее, чем iPhone, по крайней мере при плохом свете. Но разница, прямо скажем, не драматическая. Кстати, ссылка на общий альбом с фотографиями, по которым мы проводили сравнение, есть в описании, так что присоединяйтесь к обсуждению, может быть, вы в чем-то с нами не согласны. Тут сразу важно отметить, что оба смартфона имеют одинаковый по размеру дисплей, 5,5 дюймов. При этом Samsung лежит в руке лучше, намного. Прежде всего, потому что он тупо меньше размером, как в ширину, так и в длину. Но далее сюжет становится куда более закрученным. Во-первых, загнутость дисплея S7. Это скорее баловство, чем реально полезная вещь. По флангам дисплея периодически происходят случайные нажатия. Это может быть жутко неудобно во время съемки фото, потому что не будет срабатывать кнопочка спуска. Или когда вы тянетесь с твиттера до кнопочки назад. Помимо этого, надо понимать, что края интерфейса во всех приложениях от вас уплывают. И это далеко не всегда круто. Хотя, некоторым нравится подобный 3D-эффект. В целом, от этого дизайнерского приема у меня ощущение, как от девушки, надевшей 10-сантиметровые каблуки. Внешне может выглядеть эффектно, но, по сути, несчастно испытывает боль. И да, девчонки, ставим лайк, вы же отлично понимаете, о чем я. Еще одна странность. Повышенная чувствительность дисплея. Ее сделали меньше, чем в прошлогодней линейке S6. Однако, все равно, это ощущается достаточно странно и непривычно по сравнению с другими смартфонами. Понятно, что сделано это ради нас, с вами, русских людей, которые на морозе в перчатках вызывают такси на смартфоне. Но если ты попробуешь обычными руками набрать текст, то это не всегда очень комфортно. Некоторые нажатия будут восприниматься просто как свайп. Про айфон так много не расскажешь. Он большеват и тяжеловат. Хотя это причиняет не меньшее неудобство. Кстати, удивительно, но сенсор отпечатка пальца на обоих девайсах работает одинаково быстро. В целом, можно сказать, что оба девайса не до конца удобны и каждый по-своему. Не будем устраивать холивар Android против iOS, хотя, конечно, хочется. Тем не менее, Galaxy S7 Edge работает на Android 6 Marshmallow, поверх которого положили оболочку TouchWiz. TouchWiz выглядит человечно, хотя в некоторых юзабилити-мелочах уступает чистому Android. Зато в нем есть интересные фишки от Самсунга. Например, жесты. Подносишь смартфон к уху, и он начинает звонить абоненту, который у вас отображен на экране. Удобно. Порадовала функция Always On Display. Даже в режиме ожидания экран показывает время, дату, какие-то уведомления и симпатичный узорчик. Это почти не сказывается на батарейке. Спасибо экрану Super AMOLED. И да, главная эксклюзивная фишка Edge'а — дополнительное меню сбоку. С очередной подборкой очередных избранных приложений, контактов, виджетов с информацией. В общем, да что-то такое. Сюда же добавляем традиционные плюшки Android, виджеты, доступ к памяти, кастомизация и легкая смена рингтона прямо с девайса. Это самое главное. Ну, а про iOS вы и так все знаете. Более лаконичный интерфейс, функция Continuity, в общем, более тесное взаимодействие с Mac'ом. И раньше выходящие приложения и игры — это немаловажно. Да, боюсь, это добро мне закончится. И, кажется, я уже слышу, как вы набираете злобные комментарии. Кстати, проверьте комментарии других пользователей. Вдруг они написали какую-то откровенную глупость, им обязательно надо ответить. Тут мы решили выделить главные эксклюзивные фишки обоих смартфонах. В остальных категориях они идут более-менее туда-сюда вровень. И поэтому сейчас поговорим о Live Photo. Ладно, шутка. На Samsung тоже есть Live Photo, только называется по-другому. На самом деле две главные уникальные фишки. 3D Touch на iPhone, то есть возможность распознавать силу нажатия на экран и соответствующие программные применения. Эта фича не необходима, но во многих случаях она бывает удобной и полезной. Например, при вызове различных режимов камеры и других приложений со стартового экрана. Или при предпросмотре контента в Инстаграме или браузере. У Galaxy ответной фишкой убийцы, наверное, является влагостойкость. Причем влагостойкость нехилая, по стандарту IP68 можно окунать в воду на полтора метра на 30 минут. Это солидно. И тут, друзья, наверное, выбор за вами. С одной стороны, больше удобства в интерфейсе, с другой гарантия от мока и смерти девайса и клевые фоточки из бассейна. Пишите в комментариях, что вам кажется более приоритетным и нужным для смартфона. И, наконец, переходим к самому главному, к цене, что еще может волновать людей в России в 2015 году. Тут Samsung выигрывает 60 тысяч рублей, стартовая комплектация по предзаказу iPhone 6s Plus начинается от 66. И давайте подведем итог. На стороне Galaxy влагостойкость, красивый, но неудобный дизайн, небольшой перевес в камере и цена. На стороне iPhone 3D Touch, экосистема iOS, благословение Стива Джобса и то, что это iPhone. Как ни странно, до сих пор для многих это аргумент. И, наверное, знаете, если скрупулезно, объективно подходить к вопросу, составить экселевскую таблицу, наверное, можно прийти к выводу, что по общей сумме показателей Galaxy немного переигрывает конкурента. С другой стороны, мы же покупаем смартфоны не только ради характеристик и какой-то измеряемой пользы. Мы покупаем смартфоны в том числе ради эмоций и ощущения клевости, которые мы испытываем, пользуясь ими. Поэтому однозначно у победителей я объявлять не буду. Вы все видели своими глазами. Пишите в комментариях, какой из девайсов вам понравился больше. Да будет халивар. И главное, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайки. Чем больше лайков, тем больше людей увидит это видео и смогут сделать адекватный взвешенный выбор. Спасибо, что посмотрели. Это Дроид Рус. С вами был Борис Веденский. Пойду делать сердце со вспышкой в туалете. Пока. Что-то вроде вибраций, только более няшное. Няшное что-то более... Блин. Как правильно сказать? Няшной. Что-то вроде вибраций. Да. Обратные связи, няшной. Движок обратный. Только более няшная вибрация. Технологии. Технологии. Технологии.